Чего греха таить? Часто мы едим и пьем не потому, что испытываем голод или жажду, а потому, что нам нравится еда и питье. И причина может быть не только в том, что вкус приятный. Говорится, что есть целый ряд веществ, которые содержатся в продуктах питания и которые напрямую стимулируют систему подкрепления в мозге. Система подкрепления отвечает за чувство удовольствия. Когда мы, например, кладем что-то в рот и чувствуем, что это необыкновенно вкусно, то тянемся за вторым куском. Именно тут срабатывает система подкрепления. Она заставляет нас предпринять усилия, чтобы еще раз почувствовать удовольствие. Ее нейроны передают сигналы с помощью нейромедиатора дофамина. И исследователям из университета Эрлангена Нюрнберга пришло в голову, что в еде могут быть вещества, которые сами по себе связываются с дофаминовыми рецепторами центров удовольствия. Авторы работы проанализировали 13 тысяч пищевых молекул, среди которых нашлось 17, которые более-менее надежно связываются с дофаминовыми рецепторами, а среди этих 17 особо отличился алкалоид Хордеин. Известно, что Хордеин улучшает настроение и поднимает общий тонус, вероятно, как раз из-за своего действия на систему подкрепления. Его широко используют в спортивном питании, но, кроме того, его много содержится в ячмени и в пиве. Возможно, именно благодаря Хордеину людей так тянет к пиву, несмотря на его горький вкус. Впрочем, сами исследователи говорят, что пока неизвестно, хватает ли того Хордеина, который содержится в пиве, чтобы простимулировать центры удовольствия в среднестатистическом человеческом мозге.